Добрый вечер, коллеги! Хочу начать нашу медиацию с того, что мы должны все собраться здесь, посмотреть на пространство, в котором мы собрались. Это уникальное пространство, в котором искусство встречается с наукой. И здесь, как вы видите, сегодня проходит выставка. Это первая выставка первого выпуска магистрской программы ИКМОН. И я хочу сказать про концепцию немножечко, пару слов. Режимы доступа. Почему режимы доступа? Это термин, который использует философ Тимоти Мортон, английский философ, когда он пытается объяснить наши способы взаимодействия с объектами и вещами. Объекты и вещи – это все, что угодно на самом деле. То есть представим себе яблоко. Когда мы пытаемся понять яблоко, мы можем его укусить, мы можем его уронить и раздавить, мы можем его просканировать, мы можем сделать с ним разные вещи, но мы никогда не поймем яблоко во всей его целостности и полноте. И сейчас вы можете попробовать выстроить свой собственный режим доступа с каждым объектом на этой выставке. Это и искусство, и наука. И каждый объект был создан художником в течение двух лет, они изучали каждую свою тему, и поэтому они очень разные. Мы не можем это сделать какой-то общей единой темой, но вы можете попробовать провзаимодействовать с этим объектом, и тем самым вы выстроите связи между собой, объектом, другим объектом и всей галереей в целом. И я приглашаю вас начать свое путешествие в Art and Science с черного ящика, который я очень люблю. Это один из моих любимых объектов на этой выставке, не могу не признать. Потому что он, с одной стороны, говорит про науку, про то, как мы сейчас воспринимаем науку. Она очень сложная. Она стала настолько сложна, что для нас она как черный ящик. И мы видим некие вводные какие-то данные, и мы видим некие выходящие результаты. Но мы не знаем, как это делается. И художники вот в этом объекте предлагают нам поразмыслить о том, как мы относимся к высказываниям ученых, почему мы верим этим высказываниям, и в чем разница, например, между религией, мистикой и наукой. Всем здравствуйте. Меня зовут Сидорова Светлана. Я участник группировки Биоробота 019. Я бы хотела вам рассказать про свой объект. Но начну я с того, что легло, в принципе, в основу этого проекта. В основу проекта легли вопросы. И я сейчас вам буду задавать вопросы. Вы можете не отвечать на них вслух, а просто для себя делать какие-то пометки. Итак, вопрос. Знаете ли вы, к какому царству животных относится человек? Знаете ли вы, кто вы по гороскопу? Знаете ли вы, сколько планет в Солнечной системе? Слышали ли вы когда-нибудь про ретроградный Меркурий? Как вы поняли, в моих вопросах есть такая очень полярная природа, что-то из мира четкого научного знания, что-то из мира мистики сверхъестественного, какой-то веры в чудеса. И мы сейчас с вами в целом живем в таком мире, где все это удивительным образом переплетается. И вся наша жизнь пронизана абсолютно различными аспектами. И мы живем, получая образование, при этом зависая на сайтах гороскопов. Также мы хотим верить в какое-то светлое будущее. Но нас всех объединяет то, что мы постоянно ищем ответы. Ответы на какие-то свои вопросы. Либо нам кто-то их задает, либо мы задаем их сами себе. И я как раз постаралась сделать такой агрегат, который сможет дать ответы на эти вопросы. И в этом мне помогали биологи, а именно в основе работы аппарата с такое существо, физаром-полицефалом. Это самый большой эукариот, миксомицет. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса как самая большая одноклеточная. У него много уникальных свойств. И если вам будет интересно, можете потом поискать какую-то дополнительную информацию в интернете. Например, ученые используют его в робототехнике, а также при строительстве японского метро. Он был тоже использован, так как он строит очень эффективные цепи и сети. Но, конечно же, в современном мире ничего не работает без каких-то компьютерных технологий. Поэтому это как раз объединение биологического и такого технического компьютерного знания. И вы можете получить свое персонализированное предсказание, какие-то ответы на свои вопросы получить. Но я рекомендую использовать это все-таки не сейчас все вместе, а потом по одному подходить и налаживать контакт с этим устройством. Надеюсь, что вы сможете найти ответы на свои вопросы, а может быть, зададите себе их новые. Спасибо. Всем добрый вечер. Меня зовут Марта Михайлова, и я соавтор проекта «Чудо-поляна 2.0». Мой соавтор Алена Королева вот тут. Постой по порядку, просто поддержи меня. Мы начали готовить этот проект еще год назад, когда на территории молзавода в Гатчине нас попросили сделать сайт-специфик проект художественный. И мы долго думали, что нас связывает с Гатчиной, и что вообще в Гатчине есть интересного. Ничего особо не придумали, и решили, что если мы загуглим, то все проблемы сразу же решатся. И оказывается, что всего в 20 минутах от центра Гатчины существует уникальное соцветие редких видов растений под названием «Чудо-поляна». И да, люди об этом совершенно не знают. Они спокойно ходят по этим редким видам, вытаптывают их. Одна осока была убита лыжниками зимой, и мы решили, что мы хотим создать свободное пространство для взаимодействия с этими редкими видами и перевести их из состояния объектов охраны в живых субъектов, с которыми можно взаимодействовать. Для этого мы устроили коллаборацию с ботаниками из ботанического сада Галины Юрьевны Конечной и с философом постгуманизма Екатериной Никитиной, чтобы создать крепкую философскую базу для решения вот этой новой этической, даже не новой, а хорошо забытой, старой этической проблемы вымирания именно растений и животных. Потому что про растения мы как-то забываем, что они тоже исчезают с планеты Земля, на тигров больше внимания обращаем. И наша с Аленой была цель показать, что умирание растений не значит, что нужно их всех судорожно спасать. Это значит, что нам нужно попробовать найти новую точку соприкосновения и взаимодействия, чтобы вместе умирать с ними. Алена? Да, как сказала Марта, отличную подводочку к всем остальным. Да, мы действительно про вымирание, но про вымирание, как уже Марта сказала, не в каком-то пессимистичном ключе и не о том, что оно происходит где-то вот там, особенно со растениями, а оно происходит вот здесь, под нашими ногами. И вот это действительно сайт-спецептик такая вещь, потому что в Гатчине вот люди, они не замечали того, что вымирание происходит. То есть концептуально они заботятся о том, чтобы его не было, о том, чтобы растения их региона сохранялись, но физически они этого обеспечить не могут. То есть значит, надо организовать такое пространство для взаимодействия. Да, и в чем вообще очень классная вещь, и которую высказывала Марта, высказывали как раз Катя Никитина, с которой мы работали над проектом Галины Юрьевны, то, что с вымиранием реально оно не сработает так оградить. Нужно быть проактивными, нужно вот как раз взаимодействовать, нужно растения, возможно, культивировать, что-то с ними сделать. Ну, мы культивировали. И Марта подвела такую вот идеологическую часть, сделала, а я по-практически расскажу. Здесь, когда еще только все это открывалось, вы видите пять платформ, и под каждой платформой находилось одно из пяти растений чудо-поляны. Все эти растения редкие или вымирающие в данном регионе. Это была примула, живучка перед вами. Живучка, кстати говоря, не вымирающая, но она про чудо-поляну, то есть это такой коренной житель чудо-поляны, того места, которое мы изучали. Там сеслерия голубая, была еще валерьяна двудомная, суперзвезда чудо-поляны, и бодяк. Все это редкие вымирающие виды. Здесь мы организовали для них пространство с фитолампами, чтобы им было комфортно и удобно. Здесь вы видите подушки на этих платформах, на которых можно сидеть, чилить рядом с растением. Все вы видите и слышите чудо-поляну. Звуки, которые доносятся от каждой из платформ, их делал музыкант Антон Щеголев. Он ездил на реальную чудо-поляну, записывал звуки, изучал звуковые ландшафты и переносил это все в это пространство. И поэтому, если вы прислушаетесь, вы услышите разные тембры чудо-поляны настоящей, которая сейчас находится в Гатчине и вымирает. Когда вы садитесь на чудо-поляну, я садиться не буду, но попробую тут встать, звуки утихают, потому что там датчики движения, они реагируют на вас. И когда вы садитесь рядом с растением и начинаете с ним взаимодействовать, вы это делаете в тишине. Если все сядут на платформы, то будет тихо в пространстве, значит, создастся полная тишина и для взаимодействия людей и растений. Все, кстати говоря, мы потом пообщались с людьми и все это интерпретировали по-разному. Для кого-то это было наоборот не укромное место для общения, а это значит, что ты разрушил эко-систему поляну. Значит, звуки пропали, ты как-то это нарушил. И да, интересная часть состоит еще и в том, что это все-таки проект про релокацию. То есть мы брали реальные растения с чудо-поляны, ездили с биологами, их выкапывали, культивировали их у себя дома. Это происходило в течение шести месяцев. Мы как бы сжились с этими растениями, и они теперь поедут обратно к нам домой после этого. То есть это история про то, как, в принципе, чувствовать себя через какой-либо объект и как чувствовать объект, с которым ты рядом живешь. То есть после этого опыта мы стали более чутко относиться, в принципе, ко всему окружающему. Да, про это весь проект, наверное, есть. Good evening, everyone. I'm going to talk in English. I'm from Mexico. My name is Laura Rodriguez. I'm an artist, but I also have a background in biotechnology. And this project that you see here comes from an alliance between artists and scientists. So I came to the laboratory of infochemistry in ITMO, where they are working with different membranes, analyzing the properties, and trying to replicate how the membranes from our cells work. So when I was there seeing all the experiments, my main question was how the membranes react to light, and how does it feel to be touched by light? So usually we're not so aware that we are surrounding by something. In the air, there is a lot of particles, there is photons interacting with the molecular levels in the electrons of our atoms. So I wanted to explore this kind of characteristic of the membranes and how we create that, bringing something very traditional for all Russians, known as chinegrip or kombucha. So chinegrip that is translated like tea mushroom, Chinese mushroom, is not actually a mushroom. It's a layer of polymer that is made by bacterias and yeast. So again, I repeat, this was an alliance between artists, scientists, and bacterias. What we did in the lab is cultured these layers with nanoparticles of titanium dioxide, that is a photocatalytic element. And we started to see that the membranes actually react to light, to blue light. And that gave me a lot of inspiration to create kind of a second skin that also reacts to light, because kombucha looks a lot like skin. However, this project was intercepted or interrupted by the pandemic and isolation. So there I was with a lot of flask with kombucha in my home, cultured and in my kitchen. And in that moment, what was more important for me, it was a sense of connection with some other human. I started to see how people was afraid to be close to each other, afraid to handshake or hug. So the installation become a catharsis for this emotional state. And I try, I continue with the idea, how can we interact, have a touch through light. So what we have here in this flask are different layers of bacterial cellulose. And when you incite some light into it, there will be a photosensor receiving the signal. And in the platform, there will be a milli-vibration. So the idea is to send a tactile sensation to someone else at the distance. The distance that they have is the new normative of the 1.5 for the coronavirus. And the takeaway measures will be, for me, that our present is changing so fast. So now we have all this mask, our appearance also changed, our behavior changed. And I think that it's important to recognize that a future can be built, making alliance, as it is science and in art, and with other microorganisms. So I invite you to try it. And, for example, when you put the light here, you might feel a small vibration in the platform. Or when you put it here, you might feel something. Yes? There is another difference, because bacteria was still alive in the beginning, or is still alive. They were creating oxygen. So the microbubbles of oxygen maintain the cellulose in the top. When it lacks oxygen, the membrane starts to drop down. And I'm very happy that people can try it. That will be all for my explanation, but I'm here to answer any questions. Thank you. Thank you. Thank you. И она должна была полететь в космос и смотреть на Землю с какой-то ракеты и отслеживать американские баллистические ракеты. Но, не знаю, к счастью или к сожалению, она никуда не полетела, а осталось, как я уже сказала, стоять и пылиться. И меня очень сильно заинтересовал этот объект, во-первых, потому что он красивый, во-вторых, потому что я понимаю, то есть я оптик по образованию, и я понимаю, насколько сложно это сделать, тем более в то время, когда не было компьютеров, ты не мог там бить три цифры, и тебе все рассчиталось. Все делалось руками, делалось большой командой специалистов, инженеров и ученых. Также это выполнено в физическом формате, это дорого. Еще и участвовало две разные институции, два разных города. И тот факт, что это осталось абсолютно никому не нужным, это, конечно, немножко разбило мне сердце. И я решила как-то с этим поработать. И так как я оптик, я начала, собственно, как умею, исследовать эту систему. И вот этот стол, это тоже часть инсталляции, на ней представлены какие-то мои работы, рисунки, все, что я нашла, статисты, которые я читала. И все это время, пока я писала диплом, думала, что с ней можно сделать, о чем можно поговорить через этот прибор. Я все больше и больше проникалась этой историей, все больше и больше эмоционально привязывалась к этому объекту. И этот проект получился очень личным. И, во-первых, он в целом про меня. То есть вот этот предмет, он олицетворяет мою жизнь для меня. Потому что вопрос потери предназначения, во-первых, и невозможность найти ответы на поставленные вопросы. Это, собственно, я думаю, многим знакомо. Но то, что ты живешь, ты не понимаешь, зачем тебя, кто тебя создал, что ты тут делаешь, что вообще, что творится вокруг. Хаотично все абсолютно. Да, и это как раз то состояние, в котором я нахожусь. И этот объект, это такая репрезентация. И второй смысл, который для меня является таким главенствующим в этом проекте, это нахождение, олицетворение меня как художника или как инженера в науке. Потому что, когда я училась на оптике, я была занята вопросами решения лабораторных работ, сдать зачеты, сдать экзамены. И я не думала про то, что эта наука может быть красивой, что она интересная, что она с такой глубокой, интересной историей. И как раз этот объект помог мне понять, найти себя в этой науке и понять всю ее ценность для себя лично. Вот так вот. И как раз почему, потому что это проект личный, вы видите мое видео и слышите мой голос. Это таким образом я показала свою личную привязку к этой истории. И как оно работает, там стоит внизу проектор, на котором проецируется видео, вот на этот экран. И через два зеркала попадает на большое зеркало. Оно, так как оно вогнутое, оно все собирает на маленькое зеркало. Маленькое зеркало выгнутое, оно рассеивает. И, вы понимаете, рассеивает на большое расстояние, так как этот телескоп. Но здесь мы нашли такой промежуточный фокус. И здесь вот на вот этом небольшом экране можно увидеть спроецированное изображение. Оно увеличивается в пять раз. И оно такое немного размытое, потому что объект работает на далекие расстояния. Но можно так примерно представить, как работает эта штуковина. Вот так вот. Спасибо. Спасибо. Игорь Негода. 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 give life to goddess but it's funny because sometimes even though you are giving life to goddess people see it as yes the goddess answered me and so you still kind of give Athena or God this high position in life and that's it for this one so this other work is kind of a tribute I guess to I'm a very big fan of statues and it's a tribute to both one of my favorite statues and the people who have influenced me as an artist it's formed by Generative Networks and it came basically as an accident because I was playing with this network and if you insert an image to them it will create an image based on all the images that it has but it will recreate the image that you have and so I thought what would happen if you put the image of David for example and what happened is that it kind of interpreted what that face would look like in real life and so I was like ah that's interesting and I kind of make like this series of characters and of historical figures in a way that it will morph into each other and somehow connect with the other artwork of Athena because of in this case technology and generative networks are giving life to something that is inanimate which are the statues but now you can see them morph second by second into this unliving to this living thing and it turned out to be a very hypnotizing and kind of poetic work and that's it thank you последняя работа на нашей выставке про которую я хотел бы вам рассказать она тоже связана с ганами с генеративно-сосвязательными нейросетями и она называется ретроспектива ГУЛАГа на самом деле эта работа должна была состоять из двух частей но в данном случае мы имеем только первую часть когда художница предположила что нейросеть проанализировав датасеты состоящие из изображений жертв репрессии ГУЛАГа может создать некий общий портрет жертвы ГУЛАГа и вторая часть должна была быть про репрессора про того кто наоборот агрессивен кто делает вот это все с жертвами к сожалению дата базы видимо по репрессорам не была довольно полной и художница не смогла сделать полноценной работы но у нас есть жертва и тут еще вопрос который мне кажется очень важным и интересным это заключается в том что нейросети и образы которые создает нейросеть они настолько похожи на наше реальное представление о мире они настолько идентичны фотографиям которые мы видим что каким-то образом они могут уже влиять на нашу память мы смотрим мы смотрим фотографии мы видим это и воспринимаем это как правду но должны мы должны ли мы доверять тому что мы видим сейчас в интернете может ли это быть подменой какой-то памяти как это поменяет нашу память в будущем и таким образом мы зацикливаемся и заходим обратно к нашему черному ящику с которого мы начинали когда ученый заявляет нечто должны ли мы верить этому абсолютно или стоит все-таки включить наше критическое мышление и как-то попробовать разобраться самим мне кажется что art and science это то направление которое позволяет нам посмотреть критически на все что происходит вокруг нас и этим это важно и ценно потому что художники они не они как-то пытаются переосмыслить то что дает нам наука какие-то знания якобы объективные и мы можем попробовать увидеть это с разных точек зрения мы можем выстроить свои отношения со всеми объектами можем по-своему увидеть науку и научные какие-то факты потому что факты они нет объективных абстрактных фактов они всегда интерпретируют подвергаются интерпретации и важно быть очень бдительными и чувствительными к этим интерпретациям на этом я предлагаю нам закончить нашу медиацию и предлагаю вам еще раз пройтись по всей выставке по взаимодействию с каждым из объектов в своем персональном режиме так как вам будет удобно комфортно интересно спасибо 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 спасибо